Я давно хотел цепочку У меня есть друг, с которым мы служили в армии Серега Шевчук в Гродно И вот они мне ее подарили Серебро 240 грамм Я был в Египте Там тоже, там как бы очень много серебра, золота Без внимания не осталось Я вижу тебя, baby В 88-м году я начал заниматься Очень добрые воспоминания Потому что все друг друга знали Все одна команда Каждый мог подстраховать Никто никогда не смеялся над новичками Все другу помогали Тенажеры были такие самодельные Но ничего Выступали на международных соревнованиях Перед армией в 90-м году Я первый раз выступил Это был первый турнир по молодежи И решили в Белоруссии провести молодежный турнир До 21-го года Где-то я выступал Занял второе место Подарили мне кофемарку Кофемарку Я должен быть худой И родители у меня такие неполные И рост у меня небольшой Я где-то должен весить 68-70 килограмм В принципе, я где-то так и весил Вот В одном журнале я прочитал Такую статью, называлась «К черту генетика» Я подумал, почему нет И начал все для этого делать И старался не допускать ошибок Старался питаться правильно Тренироваться на износ Мне всегда все спрашивают А ты что, готовишься куда-то? Я говорю, нет, я всегда так тренируюсь Всегда тренируюсь, как будто последний раз в жизни Я считаю, это дает результаты Я знаю, что у меня пониженный болевый порог Я боролся, мне там выламывали руки Я мог терпеть очень долго и не сдаваться Поэтому, мне кажется, и в бодибилдинге это помогает Когда доходишь до жжения, до боли И ты делаешь еще 2-3 повторения И ты знаешь, что вот они самые результативные Был и застой И я понял, что тут Как бы надо своим умом доходить до всего Начал читать еще много литературы Потому что я ради этого пошел учиться на повара Чтобы знать все по питанию И в армию пошел поваром Я попал в Читу в армию В Забайкалье Там была очень большая дедовщина Там ребята глотали карбит, вешали Потому что, ну, очень было там все серьезно Вот И я как-то рубил дрова И думаю, что не могу я больше уже Тяжело мне в этой армии Хотел себе палец отрубить Чтобы не слышать А потом думаю, а как я буду штангу держать? Это мне даже помогло Я думаю, нет, ну, все равно И нормально все, хорошо Я уже этим живу, я уже не смогу бросать Советские лучше готовились Потому что был как-то престиж У нас даже тогда был чемпионат города Которого уже давно нет На чемпионат города готовились как на Европу Там был вообще безукоризненный рельеф Ребята выкладывали Ну и призы соответствующие Телевизоры давали, видеомагнитофоны Сейчас банка протеина Развитие, мне кажется, застопорилось Потому что спортсмен Последний турнир, который был в Гродно Он очень серьезно это все показал Почему? Молодые спортсмены еще полный энтузиазма Готовы выступать Потому что им деньги дают родители А ребята, которые со своего кармана Готовятся на турниры Они понимают, что лучше Сидеть отдохнуть за эти деньги Чем потратить 1500 на подготовку к турниру И быть в пике формы Там неделю-две И получить за это баночку протеина Или аминокислоты Ну у меня есть, как бы Скажем так, негативное отношение К нашему судейству Очень мне не нравится, когда Тренер, который Чей ученик выступает Сидит в тренерской коллегии Вытягивает его Так не должно быть Даже в правилах написано По судейству Ну и Естественно, за что? Я вот трачу деньги Мне понравился один Не помню, комикс какой-то был Вроде в «Железном мире» в журнале Там написали Папа говорит сыну Мы на юг не едем Я себе купил курс джин-тропина Вот Получается Потому что тут надо Если есть спонсоры И я всем говорю Кто вот хочет выступать Надо искать спонсоров Родители Или сам со своего кармана Ты долго не протянешь И рано или поздно Эта мысль придет в голову Что нельзя эти деньги Куда-то в себя вкладывать Но Это же такой спорт Вот мне понравился Как сказал Вася Завгородний Бывший наш чемпион Европы Если бегун бегал То даже если он постареет Он все равно быстрее всех пробежит Если боксер боксировал Он все равно нормально ударит У него поставлен удар А если культурист перестанет заниматься Он похудеет Потому что когда ты этими мышцами Не пользуешься Организм их съедает И все Ты становишься худой И потом рассказываешь Ой, я был когда-то такой У меня очень много Я уже 15 лет нашей федерации Состою как член федерации И я очень много видел ребят Которых сейчас уже нигде нет Кто-то женился Кто-то еще Что все А там еще начинают Такие бывают женщины Которые говорят Или я, или спорт Все Хотя парни были очень генетически одаренные Ну опять-таки деньги Деньги Все решают деньги Многие говорят Для чего ты занимаешься? Для себя Я думал для дяди Васи Для кого ты занимаешься? Конечно для себя Вот Но дело в том, что Соревновательный бодибилдинг Это очень серьезно Как и любой другой вид спорта Это другие веса Другие нагрузки Хотя есть ребята Которые тренируются Скажем для себя И неплохие здесь В зале результаты Единственное, что я замечаю Очень много минусов Допустим Большие руки И тонкие ноги Он не выступает Ему это не нужно Ему нравится бицепс качать Вот он его качает Основные различия Это ты всю свою жизнь Практически ставишь На победу На подготовку к соревнования У тебя все расписано по часам Тут тренировка Тут покушал Там принял протеин Все-все-все По часам До самого сна Там у тебя столько-то сна Потом кардионагрузка Обычному человеку Который еще работает Который хочет быть в семье Это очень сложно И он просто не потянет Ну и плюс затраты Я скажу так, что Это, можно сказать Один из дорогих видов спорта Почему? Потому что Мало того, что Ты много ешь Все это знают Что культуристы очень много едят Тем более белковая пища Белковая пища очень дорогая Плюс затраты Если на подготовку к соревнованиям идут Вот Поэтому Не каждый Сейчас я смотрю Каждым годом Все меньше и меньше Именно Парни по 30 лет Уже не выступают Потому что Они уже взвешивают Что дороже Семья Или какой-то призрачный приз Я скажу так Вот теннисист Купил ракетку себе Мячик и все Играет Там за корт платит А тут же постоянно А не позанимался Заболел Опять похудел Опять по новости Я бы сказал Женщины чаще приходят Потому что они склонны Следить за собой Мужчины больше так У них бизнес на первом месте А когда уже Смотрят в зеркало И видят Что там Неизвестно что Тогда вот Какой-то толчок Получает приходить Они начинают заниматься Появляется аппетит И плюс в голове Сразу чик Я же занимаюсь Значит я могу еще Лишнюю булочку скушать Начинают это все кушать И растет масса Вот и все Она приходит И говорит Я ничего не ем Но я набрала 3 килограмма Я говорю А что вы едите на ночь Она говорит 5 глазированных сырков И все Люди не понимают Что это надо все Вместе Как бы даже Немножечко подстроить Свою жизнь Если ты ставишь себе цель То надо Распланировать все до конца Тоже я могу сказать Негативно По поводу Как женщины ходят Худеть на аэробику Все таки идет Процесс сжигания жира По частоте пульса А кто на аэробике Мерить частоту пульса Там все разные Возрастные группы Все скачут Тоже как Отскакали все Что к чему Взвесилась на весах Да похудела А за счет чего похудела Мышцы сгорели Или вода вышла Все А жир как был Он не требует на себя Никаких энергообережений Он так и остался висеть Потому что в первую очередь За питание Главное это что Не похудеть Все думают Я хочу похудеть Нет Я хочу есть все подряд И оставаться таким Как я есть Вот это главное А похудеть Можно похудеть на месяц Ну и что А потом обратно набрать А главное остаться таким Есть же люди худые От природы Едят торты Они все У них раскручена обмен веществ Можно это сделать Каждому человеку Если задаться целью И мне вот очень тоже Вот я на форуме Часто отвечаю на вопросы И там спрашивают А что вы едите Эту химию Имея ввиду протеин Аминокислоты Я говорю А вы не едите химию Вы знаете Чем эту курицу кормили Или эти помидоры С своего огорода Или ты где-то с магазина купил Подкуда ты знаешь Химия это или нет Правильно Аминокислоты Мне кажется Намного меньше химии Чем в каких-нибудь Помидорах или курятиях Основные ошибки Что они считают Что они все знают Основные ошибки Что они качают То что видят в зеркале А зеркала обычно по пояс Ноги как спички И давай бицепс качать Посадите в любой зал 90% все качают бицепс Самая ходовая мышца А что надо качать Спину, грудь, ноги Это уже на заднем плане Поэтому я новичкам Рекомендую в первую очередь Обратиться к тренеру В любом зале есть тренер Какой бы он там ни был Но он есть Он даст программу Я считаю Что надо Не отходить от тренера Не знаешь как дышать Не знаешь Бери его за руку Тягай с собой Говори Показывай мне это И пока ты не научишься Правильно делать Ты можешь травмироваться Ты будешь качать спину А у тебя нафиг качаются голени Правильно? Если неправильно делать Они пришли и думают Что они знают Что тут делать В этом зале А на самом деле 90% людей Просто греет воздух в зале Они устали И это их мерило работой Усталость А что делал? Куда нагрузка пошла? Никто ничего не понял Я скажу Не очень перспективно Это работа Персональный тренер Зависит от людей Кто-то уехал Кто-то заболел Ты постоянно Как бы балансируешь Но это и любимая работа И я не хочу ее менять Это моя работа На которую я иду С хорошим настроением И я вижу результат И я радуюсь Вместе с этим человеком Который получил результат Многие меня знают Как Это очень жесткий тренер Ну Если Я вижу Что человек пришел за результатом У него будет результат А если он пришел Хи-хи-ха-ха Он пойдет домой Я с таким Даже работать не буду Ко мне обычно приходят Плечи все кодят За плечами Говорят Я хочу плечи Потому что У нас очень много людей Да Почти все делают неправильно Плечи качают Поэтому плечи такие скошенные Я даже скажу вам У Арнольда Как бы не было таких плечей Как вот сейчас У чемпионов Шары такие Такие все скошенные Поэтому тут немножко другая техника Сейчас хватает тренажеров Оборудования Чтобы делать Все такое кругленькое Красивое Большая мышечная масса Если ты смог ее накачать То за ней тоже надо ухаживать Ты уже там не сможешь Себе плечо почесать Или одежду купить Потому что у меня все штаны Невозможно купить И все протирается У нас это никак Я себе искал свадебный костюм Если нога влазит То вот такая вот талия Если такие ноги Значит такая талия должна быть Такие нюансы Я вот когда был в Египте Там я вообще по дорогу ходить не мог Меня хватали за руки Фотографировались на мобильный телефон Все кричали О, Рэмбо, Рэмбо Я бы сказал так Это здоровый образ жизни Я думаю, что никто не будет спорить Что это здоровый образ жизни Питаться по чуть-чуть И часто раскручивать свой обмен веществ Я сейчас могу себе позволить И пиво выпить И съесть пиццу какую-нибудь Даже на ночь Я знаю, что я не растолстею Потому что раскрученный обмен веществ Если я съедаю лишние калории Мне становится жарко Организм их не откладывает в депо А мне становится жарко Он их выжигает Вот и все Я всем клиентам своим даже объясняю Что любой человек может похудеть Если раскрутить свой обмен веществ Каждый, кто выступал Хоть раз скажет Что я хочу расти И дальше расти Но у организма есть Да, есть генетический предел До которого он упирается уже И очень трудно преодолеть Я максимум был 115 килограмм Весил Я сейчас 105 вижу Я знаю, что я до 115 могу дойти Но это уже будет Качество меняется Я считаю, что надо выглядеть под жар Надо быть похожим мне Допустим, мне надо быть похожим на тренера Чтобы люди взошли и посмотрели Вот это тренер, правильно? Вот И я думаю, что каждый так хочет Набирать, набирать, набирать Ну, чтобы это было красиво Чтобы это было эстетично Потому что Чтобы все были Соблюдались пропорции Раньше на соревнованиях мерили пропорции Ноги, руки Сейчас этого никто не делает Кто самый большой и тяжелый Тот выиграл А какие там он Грузные там Ну Не в том направлении Немножко Хотя все ругают Анаболические астероиды Гормоны Что принимают Но не все культуристы Я скажу так Не только культуристы принимают Во всех мерах спорта Это идет как бы Сейчас борьба с этим Но Организму, чтобы перейти Такие запредельные нагрузки Ему нужна помощь На своем чистеньком Тестостероне Ты это не вытянешь А чтобы выиграть У спортсменов Которые сидят на химике Ни химик не сможет И засушиться он так не сможет Он не сможет сделать Кожу как целлофан И выйти на сцену Потому что вместе с жиром Сгорят мышцы И это все прекрасно знают Просто у нас Как бы мы на виду Большие мышцы Большие И все говорят О, химик идет Наелся стероиды Все думают Что они съедят таблетку И станут сразу Арнольдом Я знаю тут Сотни людей Которые едят химию Арнольдов я что-то не видел нигде Да? Потому что все думают Что это так просто Это не просто Думают укололся И все раздулся Ничего подобного Я все-таки считаю Что это шоу И если это вот Принято было как шоу Это были бы нормальные деньги И люди бы Сфотически не относились Ой, что это за спорт Да что это такое Кривляки эти там Что они там на сцене показывают Люди многие не понимают Что у нас Все Вся победа Рождается в зале Здесь А когда ты уже Выходишь на сцену Ты ничего изменить Уже не можешь Если бегун может собраться Рвануть и выиграть Вот прямо вот с финиша А бодибилдер уже все Ты уже вышел Вот ты какой как есть Есть у тебя плечи Нет Вот ты показал все свое Что ты делал За кулисами Скажем так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok